Снова горим. В Тольяттинском лесу в воскресенье вспыхнул низовой пожар. Его площадь составила более трех гектаров. В этом году это уже 14-й пожар в лесопарковой зоне нашего города. На месте ЧП работали дознаватели. Им предстоит установить причину возгорания. Не исключено, что это вновь был поджог. С подробностями наш корреспондент Василий Логинов. Несмотря на все предупреждения на пожароопасный режим, работу волонтеров по патрулированию, работу лесничих и спасательных служб, все-таки Тольяттинский лес загорелся. Это произошло в воскресенье вечером, недалеко от обсерватора в Радуге. Низовой лесной пожар изначально заметили в 49-м квартале Тольяттинского участкового лесничества. Сигнал о нем пожарные получили в воскресенье в полседьмого вечера. На место ЧП сразу же выдвинулись оперативные службы города. В течение четырех часов более 150 человек тушили пожар. В процессе была задействована 41 единица техники. В итоге пожар удалось нейтрализовать. Сразу на место происшествия также был отправлен трактор с плугом. Была произведена опашка, что предотвратило более распространение, скажем так, на более площадь. В основном горели старые пеньки, то есть от них больше проблем было, изникало. Но все остальное происходило, скажем так, в штатном режиме. По мнению специалистов, то, что сейчас не все лесные кварталы опаханы, также косвенным образом влияет на возникновение и силу пожаров. Если сейчас, к примеру, произвести противопожарную опашку всей территории Тольяттинского леса, ущерб от возгораний будет минимизирован. Тем более, что специализированная техника, как выяснилось на воскресном пожаре, для этого есть. Загорелся не тот большой уцелевший лес, а нападению подверглись те самые посадки, те самые деревья, которые были высажены здесь несколько лет назад, после того большого пожара. Пострадала береза, осина и сосна. Стоит отметить, что это был так называемый низовой пожар. Горела трава, сухостой пни. Потому шансы, что молодые деревья выживут и оправятся, есть. Однако, часть деревьев все же погибла. А то, что пожар случился недалеко от обзерватора в Радуге, многих вообще натолкнуло на мысль о спланированной акции с целью создать условия для эвакуации людей на карантине. Какие последствия были бы в случае подобного развития событий, остается догадываться. Компетентным органам предстоит выяснить все детали и заняться поиском виновных, если таковые будут установлены. Было осуществлено после локализации у нас под дежурство спасателей, Центр гражданской защиты до утра, как раз для мониторинга непосредственно территории этой. Ну, то есть, как бы удалось все отработать, благодаря слаженным силам и вообще работам всех спецслужб. По данным главного управления МЧС по Самарской области, погибших и пострадавших при пожаре не было. Все службы сработали четко в штатном режиме. Однако, уже далеко не первый в этом году пожар в зеленой зоне. Все настойчивее намекает на то, что необходимо как можно быстрее решать проблему с постоянным патрулированием лесов, вывозом сухостоя и бесконтрольным посещением леса тольятинцами. В 23.10 пожар был локализован. В 7 часов утра сообщили о полной ликвидации возгорания. Сколько времени пройдет, прежде чем здесь снова появится лес? Вопрос открытый. Василий Логинов, Андрей Комиссаров. Новости Тольятти.